МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тишков Валерий Александрович, академик РАН. Российский этнолог, историк, социальный антрополог. Доктор исторических наук, профессор. Вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук. Директор Института этнологии и антропологии РАН имени Миклуха Маклая и Центра социальной антропологии РГГУ. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Здравствуйте. Садитесь. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо вам, что пришли на мою лекцию. И я думаю, что мы попробуем понять умом Россию. Я вам покажу такой билборд в Москве. Я его сфотографировал, где было сказано о том, что умом России не понять. Вот мы попробуем такой вызов сегодня бросить. Этой тючевской фразе. И тема моей лекции, а может быть двух лекций, будет об этнокультурном многообразии населения России и о российском народе как о гражданской нации и его национальной идентичности, или национальным самосознанием. Мы с вами живем в стране, любим говорить, что уникальной, неповторимой. И это действительно во многом так. Хотя бы потому, что мы обладаем самой большой территорией в мире из всех двухсот с лишним государств, которые существуют на карте мира. Российский народ входит в десятку самых крупных народов мира. По-моему, на сегодня мы на девятом месте среди государств мира по численности населения. История нашей страны достаточно хорошо известна. И уже несколько лекций мои коллеги прочитали в академическом лектории. Я сегодня буду говорить о том, как сформировалось население и почему оно так разнообразно, и в то же время почему мы составляем единство. Негомогенное или сложное единство, как говорил Бахтин. Вообще человечество производит свое разнообразие постоянно. Так же, как все в природе, в живой природе, обязательно условием ее существования является разнообразие. И так же, как мы не можем себе представить, чтобы лес состоял там или поле из одной травинки, или из одного типа дерева, так и люди разнообразные. По своему внешнему облику, по своим традициям и обычаям, по своему воззрению на мир и представлению о себе, по материальной культуре, в каких домах они живут, какую пищу потребляют, каков их духовный мир, фольклор, традиции, обряды, обычаи. Это разнообразие изначально было порождено в значительной мере природными факторами, системой хозяйствования. Конечно, люди, которые жили, скажем, в горной местности, строили дома из камня. Люди, которые жили в лесной полосе, это в основном восточноевропейская равнина, территория Сибири, покрытая лесом, кстати, действительно уникальная тоже ресурс и богатство нашей страны, строили свое жилище и многие другие необходимые вещи из дерева. А уже арктические народы за полярным кругом, где лес полоса заканчивается, где тундра, уже использовали для строительства жилища или олени шкуры, выделанные, а иногда даже просто снег. Вы знаете, что одним из традиционных жилищ эскимосов, самых северных арктических народов, было иглу, жилище, построенное из снега. Это разнообразие сохранялось, и мы знаем, что был период своего рода такой формирования таких этнокультурных комплексов, этнических общностей, народов. Был период, когда происходило такое языковое формирование языков, здесь есть, конечно, спорные с точки зрения теории, академической вопроса, был ли один про язык, на котором говорили первые люди, или же какой-то другой процесс имел место. Но все равно языковое разнообразие появилось, и очень давно, и сегодня в мире ученые насчитывают примерно 3-4 тысячи различных этнических групп, и 4-5 тысячи разных языков. Хотя предсказывают публицисты и часть даже ученых, общественные активисты, что массовая культура все нивелирует, и рано или поздно, очень даже скоро, может быть, уже в этом столетии, от 5 тысяч языков останется в лучшем случае 400, остальные языки вымрут. Я как раз склоняюсь к тому, что человечество воспроизводит свое разнообразие, и едва ли это будет иметь место. По крайней мере, еще в 19 веке наши путешественники, первые, которые посещали северные народы, в своих отчетах, в своих книгах писали, ну вот еще 10-20 лет, и тунгусы, и льсамоеды вымрут, их не будет, языки их тоже исчезнут. Прошел 20 век, из территории нашей страны фактически не исчезла ни одна этническая группа, ни один народ. А из языков, может быть, ну, сиреневский диалект эскимосского языка действительно исчез, потому что все время были переселения насильственные по соображению военным, когда несколько поселков эскимосских селили вместе, и поселение сиреники, которое имело свой отдельный особый вариант эскимосского языка, поскольку исчезло и поселение, и исчез этот вариант эскимосского языка. Но в целом, языки даже иногда возрождаются, и в других странах, и в России за последние 20 лет языковое разнообразие не уменьшилось, а наоборот, даже увеличилось, потому что количество носителей разных языков, способных говорить на языке, стало больше, в том числе среди самых могочисленных народов. Но в то же время в нашей стране с момента формирования централизованного российского государства, сначала это была Российская империя, потом СССР, сейчас Российская федерация, существовали какие-то такие общие культурные системы, которые позволяли в стране существовать, развиваться, людям вступать в контакт, торговать друг с другом, заключать браки, совместно сооружать что-то, защищать свою родину, свое государство от внешних врагов, в других ситуациях необходимую солидарность проявлять. И здесь для этого уже исторически сложились системы культурные, которые являются необходимыми и существуют очень давно. Ну, в частности, русский язык, язык самого большого народа, русских, стал фактически общим языком для нашей страны, еще начиная с момента формирования государства в 17-18 веке особенно. Кстати, назывался он тогда не русский язык, а российский язык. И об этом мы как-то немножко забыли. Вообще, как бы смена названий, она очень интересна. Так же, как русских, тех, кого мы сейчас называем русскими, назывались до 1926 года, до советского времени, великоросами. А русскими называли всех восточных славян православных, это великоросы, малоросы, которые их сейчас называют украинцами, и белорусы. А если мы посмотрим как бы на карту нашей страны, вот вы сегодня видите современную административную карту Российской Федерации, то вы увидите, что ее административное устройство, оно достаточно сложное. Административные образования в Российской Федерации, они учитывают вот это разнообразие населения. И наша страна это федеративные государства с элементами этнического федерализма. То есть помимо краев и областей, которые являются сугубь территориальными внутригосударственными образованиями, у нас есть внутригосударственные образования, субъект Федерации, который называется республики, 21 республика. И это образования, которые созданы, они существовали в основном в той форме, как она и сейчас, еще до распада СССР в Советском Союзе. И они представляют собой, с одной стороны, обычный субъект Федерации по Конституции, ну а с другой стороны, это все-таки форма внутреннего самоопределения того или иного народа нашей страны, не русских народов, потому что у русских как бы своей отдельной какой-то республики нет, и самоопределение русских, которые составляют сейчас 80% населения, это вся Российская Федерация. Собственно, все граждане нашей страны самоопределились в рамках Российской Федерации. И даже некоторые говорят, скажем, российские немцы, ну вот у нас нет своей государственности, вот надо создать нам свою республику, как была когда-то до периода Великой Отечественной войны, до депортации российских немцев, упразднения республики немцев по Волжье, такого рода внутренняя автономия для российских немцев. И вот нам нужно это сделать. Но на самом деле это даже физически невозможно сделать, потому что те, кто как бы не имеют условно говоря своей государственности территориальной автономии, то в основном народы большие или малые, которые живут очень дисперсно. То есть вычеркить какую-то территорию компактного проживания фактически невозможно. Ну скажем, для российских украинцев, которые проживают еще к тому же в значительной мере в городах наших российских. Скажем, к востоку, в Сибири, на Дальнем Востоке доля украинцев выше, чем в других регионах нашей страны. Почему? Потому что в период освоения Сибири и Дальнего Востока малоросы вместе с великороссами были одни из основных представителей освоения колонизации хозяйственной, продвижения на восток вплоть до Тихого океана. И поэтому украинцы сегодня вы найдете их больше даже на Сахалине, на Камчатке, в Приморье, чем в центральных областях нашей страны. Разнообразие культурное не сводится только к этническому. То есть то, что мы называем народы России или российские национальности. Одним из таких важнейших, я бы сказал, факторов или систем культурных, которые существуют среди россиян, являются религией. И тоже изначально, с самого начала образования нашего государства, наше государство было не только многоэтничным, начиная с Новгородской республики, где были не только славяне, но и финно-угорские племена и выхудцы из Скандинавии. Точно так же и с точки зрения религиозных систем. Крещение Руси в православие, в христианскую веру в форме византийской православной традиции, вы знаете, состоялось немногим более тысячи лет тому назад. на территории нашей страны по мере ее формирования и включения в ее состав Сибири проживали последователи буддизма, это прежде всего гуряты, а потом на территории России откочевали и поселились, и сегодня это один из крупных народов нашей страны, с республикой, это Калмыкия, поэтому буддизм это третья мировая религия, которая существует в нашей стране среди россиян с давних пор. Помимо этого, если говорить о мировых религиозных системах, в территории России издавна живут иудаисты, иудаизм представлен, хотя численность не такая большая, но все-таки это значительная часть, это действительно мировая религия, и последователи различных христианских вероучений вне православия. у нас есть и протестанты, есть римокатолики, наконец, есть последователи старобрядчества в районах восточных, опять же, даже Сибирь, старобрядчество было одной из таких мощных опор духовных, религиозных, когда Сибирь осваивалась, развивалась, и сегодня там присутствуют старобрядческие общины. Я не говорю как бы вот еще в одной стороне разнообразия культурного россиян, народа нашей страны, это как бы фенотипическое, то есть деление нашего населения по расовым типам. Потому что современная наука все-таки считает, что вот эти фенотипические разнообразия или деление людей на расы, оно очень носит условный характер. Исторически очень меняется. И различия между человеком с темной кожей, светлой кожей уходит не больше, чем на глубину самой кожи. И связать какой-то расовый тип с какой-то национальностью, с какой-то этнической общностью, это очень рискованно. Тогда у нас Пушкин, который, портрет, который я вам покажу, он может не пройти по этим критериям. Но мы все-таки говорим не о биологии человека, не его генетике, а о культуре, об истории, о ценностях, об идентичности, о самосознании. И в этом отношении нужно, конечно, и очень важно для всех людей нашей страны, а для молодого поколения особенно, представлять себе и знать, как сложилось наше население, кто живет в нашей стране. У нас проживает на сегодняшний день, вот по данным переписи 2002 года, сто пятьдесят восемь примерно разных народов. Я вам покажу некоторые данные и постараюсь сравнить с последней переписи, которая проводилась в Советском Союзе в 1989 году, задолго перед распадом. Тогда в СССР 252 миллиона проживало, а после распада, вот по переписи, которая первой была проведена в Российской Федерации в 2002 году, население нашей страны составляет 145 миллионов человек. Но тем не менее, все-таки за последние годы у нас рождаемость немножко повысилась, смертность немножко понизилась, и в принципе потери населения нашей страны будут, может быть, в пределах, боюсь сейчас говорить прогноз, но я думаю, что это может быть в пределах от одного до двух миллионов человек, но ни в коем случае не больше. И, конечно, не 10, не 20 миллионов, как еще 10 лет назад предрекали разные наши эксперты, прогнозисты, а потом вслед за ними уже разные международные структуры. говорили о том, что Россия вымирает, что вообще через 50 лет останется 70 миллионов россиян, в два раза меньше. Но все-таки вот крупные народы и такие, как российский народ, имеют определенные ресурсы и механизмы. И я не знаю в истории, что вдруг, если это не средневековье, когда вымирали от, скажем, от чумы аборигенные народы, скажем, индейцы в период колонизации Северной и Центральной и Южной Америки, чтобы вдруг исчез целый народ в результате вымирания. А тем более современные государства имеют какие-то ресурсы, в том числе ресурсы демографической политики, поддержка семьи, охрана здоровья, меры по снижению смертности, поощрение рождаемости, что у нас было в последние годы в нашей стране целые программы, национальный проект по демографии. И они, конечно, способны, пусть не радикально, скажем, изменить ситуацию, но все-таки переломить тенденцию не сразу, может, не за один, не за два, не за пять лет. Но это можно сделать, и общество как бы имеет какие-то внутренние ресурсы. Иногда даже мистические. Вот опять же, если вы берете путешественников или специалистов, которые еще в 19 веке работали или впервые вступали в контакт с северными сибирскими народами, когда уже рождалась этнография, наука о народах, тоже писали, физическое вымирание будет обязательно, дольше, чем там полвека, 50 лет не прожить. Но мы обнаружили, что численность коренных мущественных народов, численность которых меньше 50 тысяч, а иногда их всего несколько тысяч, а есть народы всего несколько сот человек. Но вот как они были в 19 веке или в начале 20 века, там их 700 человек или тысячи или полторы, так они фактически по сегодняшний день даже выросли. То есть есть какие-то механизмы у малых этнических групп, которые помогают воспроизводить себя и не исчезать с лица земли. Точно так же, кстати, и у крупных народов, в частности, русский народ, например, одним из ресурсов его существования является, ну это по крайней мере за второй половин 20 века, не столько высокой рождаемость и превышение рождаемости над смертностью, сколько пополнение за счет ассимиляции в свою пользу. И многие потомки смешанных браков, особенно, скажем, русско-украинских там, или русско-чевашских, русско-мордовских и так далее, дети уже в этих семьях предпочитают называть себя и считать себя и действительно являются по культуре русскими людьми. Поэтому крупный народ выбирает себя за счет добровольной, если хотите, ассимиляции или оккультурации в пользу своей культуры. Ну и плюс еще и эмиграции дают какие-то. Многие русские в последние 20 лет после распада СССР, и после того, как наше общество стало более открытым и признало важность вот русского мира, нашей эмиграции давней, которая по всему миру оказалась разбросана в результате революции, гражданской войны и, так сказать, других событий, исторических пертурбаций. Часть этих людей вернулась, и особенно из ближнего зарубежья, или из нового зарубежья, из постсоветских государств. Это тоже такой источник пополнения. А вот формировалась территория нашей страны, российского государства, и существует очень много, начиная с 17 века, карт, которые показывают историю освоения нашей страны, и в том числе и заселение разными народами. И существовала такая целая система даже в рамках российского императорского географического общества, была секция этнографии, затем была уже в первый год советской власти комиссия по изучению племенного состава населения страны, населения СССР. И наши этнографы, наша наука, я представляю прежде всего эту науку, уже с 19 века очень активно изучали состав, этнический состав нашей страны и создавали карты. И вот эти вот карты, которые я вам сейчас показываю, они как раз относятся к категории вот таких редких очень этнических карт, которые показывают, как давно и как как бы ну самотверженно люди разных культур, особенно вот в экстремальной среде, освоили это пространство и живут там и создали тоже уникальные культуры. Вообще нету малых культур. Когда-то называлось малые народы севера, такой был термин. Потом мы от него отказались, теперь предпочитаем все-таки более нейтральный термин, малочисленные народы севера, сибири и дальнего востока, потому что слово малые как будто несет какой-то несколько приниженный оттенок. Вот вы видите на этой карте скажем часть Сибири и уже здесь были нанесены народы те же самоеды это в основном народы Ямала и Таймыра это ненцы сегодня в основном из бывших самоедов. Это тунгусы которые сегодня называются венки очень разбросанный и разнообразный народ состоящий из разных тоже внутренних подгрупп подразделений часть из них вообще около половины живет в Китае и здесь вы видите проживают и Чукчи и Эскимосы и Камчедалы я уж не говорю о крупных народах такие как Якуты Есть вариант как бы таких презентаций прошлого в виде карт атласов где помимо самой вот этнической карты где разным цветом закрашена зона расселения разных народов как правило красный цвет он отдавался предпочтению самому большому народу русским или великороссам есть еще такие попытки это очень любили в прошлом делать чтобы по периметру этих карт изображались типы людей вот одна из карт тоже старинных карт азиатской части россии где тоже нанесены зоны проживания разных народов вот уже первая этнографическая карта советского союза была составлена по данным вот этой комиссии по изучению племенного состава россии эта комиссия готовила первую перепись советскую перепись 26 года дело в том что до революции как бы вот национальность в нашем сегодняшнем понимании или этнической принадлежности происхождения они не являлись доминирующим принципом классификации людей деления людей религиозный принцип был более важным были православные так и любой человек принявший православие считался русским было представление большой русской нации в которой входят не только великороссы малороссы белорусы но и ну скажем выкресты крещенные в православии евреи тоже считались русскими или российские немцы если вы помните Чехова рассказ дам с собачкой где Анна Павловна подходит с Гуровым к двери своей квартиры и он говорит а что ваш муж немец на табличке написано фон дидериц она говорит нет он был немец но сейчас он принял православие представляете значит раз он принял православие он стал русским поэтому скажем религиозные принципы религиозной принадлежности она фиксировалась в первой перепись и последняя крупная всеобщая перепись Российской империи была в 1897 году уникальные данные они сохранились по сегодняшнее время и многие исторические труды этого периода этой эпохи основана данных этой переписи она даже заложена в компьютер и подвергалась математической компьютерной обработке еще 20-30 лет назад там основной как бы принцип был деление людей на по религии это православные и иноверцы иногда скажем если говорить об этническом принципе то люди нерусской национальности или не входившую в большую русскую нацию назывались там инородцами было такое обозначение скажем для всех тюркских народов татары вот татарами вплоть до начала 20-го века и даже до советского времени назывались все тюркский народ включая азербайджанцев азербайджанцы считают себе одной из древнейших наций но название то есть культура и язык были существовали и все что сделали нынешние азербайджанцы на этой территории это действительно их достояние историческое и культурное но название было татары поэтому со временем вот в 26-м году к первой советской переписи 26-го года был выработан принцип национальности нам сегодня он кажется таким незыблемым давно существующим известно на самом деле впервые в перепись включена вопросник графа национальности была в 1926-м году и переписчикам даже было как бы записано подсказки такие инструкции для переписчиков скажем разъяснять что это такое что это за вопрос что такое национальность потому что многие люди не очень себе представляли что такое ну говорят ну мы тутошние или там мы боговые вот моя мама покойная она была школьной учительницей в маленьком уральском городе ее школа была начальная она была учительницей начальной класса перед первым сентября она обходила дома и узнавала кто в семье есть ли дети которые должны пойти в первый класс и переписывала ну и спрашивала ваши фамилии они говорят боговые то есть вот староверы или старобрячество оно ну как бы фамилии особенно не признавало понимаете аж тем более какую-то национальность вот для них это была главная идентичность главной формой принадлежности и самосознание нужно сказать что после вот в первых 26-го года уже одна из таких из подсказок была если назовется русским уточните кто он великорос малорос или белорус значит если он великорос запишите русский если он малорос запишите украинец белорус значит белорус и вот это отделение на три крупных народа по крайней мере с точки зрения их классификации и современных названий она родилась в советское время в первой переписи 26-го года потому что до этого скажем для Гоголя не было вопроса кто он русский или украинец это сегодня делит Гоголя понимаете там Украина и Россия между собой русские украинцы он был одновременно и русским и одновременно он был малоросом украинцем то есть это были две формы идентичности самосознания которые друг друга не исключали большая русская идентификация и принадлежность к малоросам тоже я вам покажу уже современную этническую карту которую сделали в нашем институте мы по итогам последних переписей но за исключением вот перед 2010-го года особенно два региона где проживают десятки разных народов которые сохраняют свои языки свое лицо это вот прежде всего Северный Кавказ вы видите с Дагестаном так и это регион Нижнего Поволжья вот более крупный я показываю вам Дагестан это действительно гора языков и музей народов помимо 14 официально признанных там народов которые как бы признаются и имеют статус там их представители входят в государственный совет имеется еще примерно полтора два десятка народов которые тоже имеют свой отличительный язык своей культурной особенности идентичности иногда очень сложную он может быть кубочинец даже есть одноульные языки два-три аула имеют отдельный язык в то же время он знает аварский и считается аварцем Махачкале он так сказать или приезжая в Москву он считается дагестанцем есть такое понятие принадлежности к Дагестану быть дагестанцем и великий дагестанский поэт Расул Гамзатов воспел вот эту общедагестанскую идентичность особенно своей поэме «Мой Дагестан» что касается религиозной ситуации вот карта которую мы недавно сделали впервые кстати говоря такой карты до этого не было это карта религиозная карта распространения последований разных религий в нашей стране и вы видите что представители христианства в форме православия составляют подавляющее большинство и расстелены по всей нашей стране это не только кстати русские это не только часть украинцев и часть белорусов потому что среди украинцев и белорусов есть последствия других христианских вероучений но в православии еще исторически еще до революции были крещены или обращены в православие народ по Волжье не все скажем не татары но мордва морейцы народ Сибири скажем якуты значительной мере значит являются православными вот я вам покажу несколько таких фотографий какая была ситуация у нас религиозная вот до перестройки до 80-х годов или до распада Советского Союза это масса брошенных церквей заброшенных вот этот снимок я сделал буквально на пути из Москвы в сторону Егорьевска в сторону Мещеры запущение вот это Волга район города Калязино когда затопили и осталась только одна колокольня а церковь была разрушена и до сих пор это стоит такой памятник варварству нашему это вот единственная пожалуй мечеть ну кроме еще одной мечети которая была в Казани и вот уже последние десятилетия действительно произошел возврат религии в нашу общественную жизнь в нашу социальную и культурную жизнь вот она в Казанском Кремле выросла очень красиво и построена была мечеть Куль-Шариф она до того как была построена самая крупная мечеть в Европе в Грозном была одной из самых крупных европейских мечетей с православием тоже вот этот снимок я сделал лет десять там назад это Печорский монастырь недалеко от Нижнего Новгорода видите в каком запустении он был просто больно было смотреть и ходить поэтому по территории одной из святынь православных кстати говоря но сейчас он полностью установлен он является резиденцией местного архиепископа а вот уже отреставрированный Дивеевский монастырь в Сарова тоже одна из святынь русской православной церкви действующей в какой-то мере исходить процветающей хотя очень трудно был изолирован поскольку это недалеко от Арзамаш-16 где бомбы делали в советское время ядерные и вся территория была закрытой сохранились сейчас и возродились вот такие святые места даже в районе городов даже в Москве вы можете найти некоторые такие паломнические святые места вокруг Москвы много это один из святых источников который я снял на территории между Татарстаном и Башкирией где представители разных конфессий пользуются им и это такое очень интересное место вот представители старобрячества в Сибири а вот мой снимок в родном городе уральском Нижнем Сергею один из домов обычных по улице Титова это космонавт Титов находится такая вывеска церкви христиан баптистов вероевангельской такой молельный дом но еще очень важно что в религиозном репертуаре как бы нашего российского народа россиян сохранились и традиционные обряды обычаи верования это прежде всего шаманизм шаманизм является классическим это мировое явление но оно как бы родилось и сформировалось прежде всего в Сибири среди сибирских народов и шаманизм сегодня не очень активно возвращается на этом я эту часть своей лекции хотел бы закончить и послушать ваши вопросы меня зовут Надежда у меня вопрос сложный по поводу национализма я столкнулась с ним в электричках именно русского населения дело в том что я знаю что много в России было татарских родов оккультуренных в русскую нацию например Карамзин Юсуповы Карамышевы сейчас я вижу арабов разговаривающих на чистом московском языке мне это очень удивило как-то можно создать какую-то программу может быть через телевидение поднимающую культуру вот в этом вопросе да я постараюсь ответить на все эти вопросы ну во-первых я говорил что с точки зрения расового состава мы как бы отличаемся от других государств скажем от тех за Соединенных Штатов Америки или от европейских государств западных которые принялись за последние десятилетия а американцы давно уже имеют часть населения людей с темной кожей в России расизма вот основанного на дихотомии на противопоставлении белого мы белые а вы черные его собственно говоря такого как давнего и глубокого явления не было и если вы знаете хорошо советскую историю и помните советский фильм цирк то более того вот такая симпатия к тем кого за их цвет кожи подвергли рабству расовой дискриминации не зря у нас одним из наших героев был американский певец негритянский Поль Робсон в свое время который приезжал в Советский Союз затем фестиваль в конце 50-х годов был первый фестиваль молодежи и студентов в Москве когда впервые приехало очень много молодежи с темным цветом кожи из африканских стран и было такое достаточно я бы сказал позитивное отношение даже получилось так впервые в истории нашей страны много таких смешанных браков черно-белых и дети потомки этих браков часть из них живет в нашей стране до сих пор но в России как бы расизм обрел вдруг такие проекции связанные с этничностью черные у нас это азиаты выход с Кавказа которые тоже такая же светлая кожа ну может быть у кого-то чуть потемнее у кого-то посветлее и тип европейский поэтому европейская раса даже называется кавказской расой потому что это никакая другая именно белая раса но вот в массовом сознании и в доктринах наших доморощенных расистов или ультра националистов понятие черный стало проецироваться на людей определенной национальности выход с в основном из Средней Азии и с Кавказа проблема очень сложная и большая и частично связана она с тем что мы стали обществом открытым демократичным и все формы всяких так сказать доктрин увлечений самоорганизации оказались возможными сейчас ситуация в отношении более мне кажется строгая и последовательная и более ясная но до последних но в какие-то особенно 90-е годы расследований а тем более судебных приговоров за разжигание межнациональной розни за скабление чести национальные достоинства или же за насилие на почве расовой вражды и ненависти было не так уж много и поэтому это как бы стало в какой-то мере возможным безнаказанным определенной дезориентацией среди молодых людей в какую-то свою лепту внес сюда интернет где можно распространять все и выражать свои разные взгляды поэтому это действительно серьезная проблема для нашей страны но я вас уверяю не только для нашей страны в Америке 500 групп так называемые hate groups группы ненависти уже давным-давно существуют еще 30 лет там назад я карту вот этих ультраэкстремистов националистов видел в Соединенных Штатах Америки за которыми так сказать есть контроль мониторинг общества и американской полиции у нас ситуация ну я бы сказал что может быть в последнее время тенденция чуть получше стала но и то все-таки это явление с которым мы мириться не можем в такой многонациональной стране как наша страна если мы хотим действительно модернизации нашей страны если мы хотим чтобы в Сколково приехали ученые из разных стран в том числе и похожие на индусов или похожие на американцев с темным цветом кожи а они не могут выйти из Сколково их там так сказать схватят и побьют в первой же электричке то никакой модернизации не будет поэтому развитие страны модернизации в том числе и модернизации в том числе осуществление вот таких престижных проектов они связаны с толерантностью с терпимостью к людям другой так сказать веры другого типа лица или цвета кожи для России это не представляет какую-то уж такую угрозу что нас черная раса завоюет и нас не останется и так далее все время нас пугали китайской желтой угрозой желтой так сказать нашествием желтой расы но вы видите что это было переоценено или намеренно или по глупости или по незнанию ну там в действии 20-30 раз количество тех же китайцев на территории нашей страны и перепись говорит о том что их не так уж много по крайней мере меньше чем было скажем в начале 20-го века те же китайцы в Приморье и на Дальнем Востоке и конечно государство должно с одной стороны контролировать и осуществлять какие-то меры по регулированию миграции в нашу страну учитывать запросы интереса и безопасность наших граждан охранять культурные устои и тот образ жизни который сложился в нашей стране или в отдельных регионах и тем самым прежде всего это делать через программы интеграции или адаптации мигрантов пусть временных даже тем более тех которые хотят жить постоянно у нас но с другой стороны и общество наше должно понимать что мы меняемся Москва уже не будет такой какой была 30 лет назад или 20 лет назад